Со второй попытки депутаты Думы Артёмовского городского округа приняли бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Единственным вопросом шестого внеочередного заседания Думы Артёмовского городского округа значится принятие проекта бюджета АГО на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Посовещавшись, депутаты приняли решение о необходимости выслушать тех народных избранников, которые отсутствовали на предыдущем заседании. Перед началом работы Думы слово было предоставлено заместителю управляющего администрации Восточного управленческого округа Свердловской области Сергею Араптанову, который в шутку заметил, что практически стал жителем Артёмовского. Хочется, чтобы сегодня мы все-таки бюджет приняли, потому что архиважный вопрос, вот видишь, творится на улице, и не дай бог бюджет не будет принят, и не будет денег на вводную ворку снега после Нового года, да, Александр Михайлович? А это грозило неприятностями для всех на основе, и я уже не буду повторяться, это работа всех муниципальных учреждений, детские сады, школы, и ну и так далее. Я в прошлый раз все это говорил, я все-таки считаю, что как говорили депутаты на прошлом заседании Думы, что бюджет должен вырежется, покраснеть. Я считаю, что за это время он уже вырежался, покраснел и готов к принятию. Артёмовские депутаты провели анализ проекта бюджета и выявили, что на 2022 год предусматривается решение вопросов местного значения по 12 программам. При этом по 9 программам произошло снижение финансовых объемов с 3 до 100 процентов. И только по 3 программам финансирование на 2022 год увеличено с 10 до 24 процентов. Это муниципальная программа развития культуры на территории АГО, программа реализации вопросов местного значения и программа управления муниципальным имуществом. По мнению большинства народных избранников, многие проблемы остались незамеченными. Многие проблемы, проблемы Артёмовского городского округа в проекте в бюджете вообще не затронут. Мы не увидели решения проблемы с отоплением соснового бара. Это все по котельной. Нет строительства дворовых площадок. Финансирование работы шаг того года в поселке было на 140 процентов от прошлогодних. И то за счет местного бюджета. Канал по улице станционный, а также содержание, а деньги в бюджет не заложен. Про свой опыт я пока вообще молчу. Про лесхоз наши общественники просто, извините, заложение отдалили со стародавным вопросом косметики. Вот. Ну вот как-то так. Изюмин рассказанное, хочу обратиться к коллегам и депутатам. В таком виде проект, естественно, нам придется принимать, но сделать за 1000 корректировки в течение года. Если у нас был сверстан бюджет, свои предложения мы вам вносили, их вроде как рассмотрели. Какой смысл тогда, если он нас не устраивает? Нам почему надо за него голосовать? В плане чего вы сейчас нас обвиняете в том, что мы блокируем принятие бюджета. И мы виноваты во всех смертных веках, что здесь касается. Но если он нас не устраивает, зачем депутаты вообще нужны в этой цепочке по голосованию бюджета, если вы остаетесь всегда на своей точке зрения? Мы с вами, значит, с 15 ноября, когда администрация занесла бюджет в счетную палату, мы с вами провели публичное слушание, мы с вами встречались, обговаривали. Мы все эти предложения, сейчас Андрей Анатольевич озвучил, мы все эти предложения и говорили, что будем в феврале, в марте месяце уточнять бюджет, что-то будем корректировать, что-то будем передвигать. Вот сегодня пришла информация, значит, Татьяна Александровна может подвергить письмо. Нам выделили дополнительно, значит, порядка 23 миллионов рублей. Говорить о том, что мы плохо работали, никакие инвестиции не принимаем. Но здесь нужно, коллеги, думать же о том, что все-таки, в каких сейчас мы условиях живем. Понимаете? Мы ведь зависим полностью от бюджета Свердловской области. Бюджет Свердловской области частично, там, процентов дошения зависит от бюджета Российской Федерации. Нам нужно научиться зарабатывать деньги. И когда мы это будем делать, тогда мы будем с вами выбирать приоритетные проекты. Нам сейчас в бюджете область предусмотрела именно на те направления по расходным полномочиям. Я уже говорил, что у нас порядка сейчас 92 или 94 полномочий. Но деньги нам дают на 56, на 54 полномочия. Как нам закрыть еще 40 полномочий? Объясните. Несмотря на то, что данный вопрос главы был адресован депутатам, пояснение о недостатке финансовых ассигнований в бюджете внесла начальник финансового управления Наталья Шеленко. С учетом того, что объем средств, я уже в самом начале еще разговаривала, проекты бюджета 2022 года, у него рост в целом всего 2% от бюджета 2021 года. Естественно, по ряду мероприятий у нас стоимость, вернее стоимость, как сказать, количество бюджетных ассигнований снизилось. Думы меняются, главы меняются, вопросы бани, вопросы артемовского рабочего, вопросы муков, они, видимо, останутся. Их после нас даже, дай бог, чтобы не остались, конечно, да? Вот, поэтому один из основных. Что с конца по бюджету? Ну, я уже, наверное, в третий раз скажу. Бюджет на самом деле пустой. Каких-то там важных моментов, которые можно было отметить и поставить их заслугу и себе, и администрации, ну, однозначно нет. Есть над чем работать, есть чем наполнять. И если бы, допустим, сегодня или на комиссиях от Константина Михайловича или от коллег, я бы услышал, что, ребят, а у нас вот здесь вот дополнительно ожидается вот столько. Вот здесь ожидается вот столько. Вот там мы добудем вот это, здесь нам добудет это. Сергей Федорович нам с музеем поможет в очередной раз. Вот тогда этим, ну, меня, наверное, можно было бы купить, и я бы там даже бы не думал и принимал бюджет в том виде, в котором есть. То, что не приняли бюджет на прошлой думе, ну, да, для меня был такой даже небольшой сюрприз, наверное. То, что бюджет необходимо сегодня принимать, моя твердая позиция, что да, его нужно принимать. И даже дело не только в том, что нельзя жить с непринятым бюджетом. Есть и в бюджетном кодексе правила, как мы можем жить по одной двенадцатой. И когда мы принимали в прошлом году бюджет с 2600 на 2400, как раз рассматривали такой вопрос, что давайте не примем бюджет и будем жить по 2600. Здесь как бы размениваться не на что. Было 2400, 2400 осталось. Да, он не увеличился, как бы. Да, областной бюджет тоже не увеличился. Вот только Российская Федерация, к счастью, подросла, чего и нам желаем. Поэтому, если кого-то нужно уговорить, если кому-то интересно, да, давайте голосовать, давайте принимать. Да, нам, как бы, бюджет не нравится, потому что он непрозрачный. Многим депутатам, на самом деле, кажется, что он непрозрачный. И почему, как бы, потому что мы не видим, чего хотели предыдущие депутаты увидеть на своих территориях. И получилось у них это увидеть по завершению своего депутатского срока. Или они так это же не увидели. То есть это просто пустые обещания избирателям. Сейчас мы обсуждаем, вот нам дали меньше, допустим, средств на этот год. На 2022 год. И что потом у нас будет передвижка какая-то в течение всего года. Останутся средства откуда-то. Но мы забываем, что у нас цены-то на все растут. И у нас эта передвижка идет на инфляцию. Она просто ее сожрет, и все, и не останется у нас этой передвижки. Корректировка бюджета проходит, да, по итогам почти первого квартала. То есть и рассматривается уточнение в случае уже, да, действительно возникновения либо экономии, уже от приведенных конкурсных процедур, либо при наличии остатков не средств на едином счете бюджета, которые не имеются любого назначения, которые подлежат распределению и уточнению в расходной части. Вот в этом при этом случае мы уже уточняем бюджет и вносим какие-то коррективы. Естественно, мы не принимаем решение, чтобы снять с одного и отдать на другое направление. То есть те направления, которые сейчас присутствуют, то есть при сохранении, то есть они будут реализовываться. А уже наличие экономии, либо дополнительное выделение средств и наличие вот средств, которые остаются на едином счете бюджета, они имеются любого значения. Только в этом случае мы производим корректировку бюджета и рассматриваем дополнительное уже направление расходования средств и будем пытаться закрыть те вопросы, которые вы поднимали на публичных слушаниях. По деловому сдержанным с конкретными цифрами прозвучало выступление начальника управления образования Артемовского городского округа Наталья Багдасарян, которая защищает интересы 9588 наших с вами детей и 1900 сотрудников. Наверное, я думаю, что не имеет смысла говорить здесь о том, как нам нужно организовать питание в начале года, как обеспечить охрану. Вы все очень взрослые, грамотные люди, все это понимаете, не имеет смысла об этом, наверное, говорить. Хотелось бы отметить о том, вот вы уже неоднократно говорили, что нам нужно развивать территорию, привлекать средства, да, не местного бюджета, а другого на территорию. Хотелось бы сказать, что вот в этом году нам удалось на 22-й год вступить в федеральную программу по капитальному ремонту школ. В федеральных средствах 22-й год у нас есть возможность получить 24 млн. 286 тысяч для еще одного части ремонта нашего лицея. Это федеральные средства без софинансирования. Затем в рамках областных программ на территории в 22-м году планируется еще организация еще трех точек роста. Причем эти точки роста 9-я школа на Булнаше, 10-я школа на станции, 17-я школа в село Шогринска. Также нам удалось войти в программу, мы предоставили огромный пакет документов на капитальный ремонт спортивного зала 5-й школы сельдоблашого Трифонова. Уважаемые депутаты, хочу сказать для справки, мы, наверное, одна из немногих территорий Свердловской области, которая на 5-й школе закрывает ремонт спортивных залов во всей сельской местности. Это огромный плюс. Затем, хотелось бы отметить, что у нас плановое идет обустройство доступной среды. И в этом году мы подали заявку на обустройство доступной среды в 3-й школе. Это на сумму тоже 1,3 млн. Точки роста это 15 млн. Ремонт спортивного зала это 2 млн. Доступная среда это 1,3 млн. И, естественно, очень основной момент, который требует принятия бюджета именно сегодня, это предоставление субсидий на организацию летнего отдыха наших детей. Очень сложно было в том году, когда были поставлены не полностью средства, именно отыгрывать, не заключать договор по применению, а именно отыгрывать конкурсы именно по оздоровлению детей. Это еще 18 млн. областных средств. Вот такие суммы предусмотрены. Почему я об этом говорю? И почему именно призываю вас принять бюджет именно сегодня? Потому что нам нужно заключать соглашение. А у каждого соглашения есть определенное одно из условий. Это предоставление выписки из бюджета. Не будет выписки из бюджета, соглашения подписаны, не будет. И мы с вами просто элементарно можем потерять большую часть денежных средств уже не местного бюджета. Действительно, мы стоим перед такими очень сложными и важными вопросами, которые необходимо решать всем вместе. Я еще раз, уважаемые коллеги, призываю вас ответственно подойти к сейчас голосованию за бюджет, потому что это, еще раз повторюсь, это наша жизнь. Бюджет не нужен конкретно одному человеку. Бюджет нужен нашим жителям Артемовского городского округа. Это та база, та основа, на которой мы можем стоять. Все, что будет дополнительное, мы будем вместе советоваться, решать и распределять в тех направлениях, которые нужно нам закрывать и нужно нам решать эти проблемы. Действительно, проблем очень много, проблемы нужно решать в ежедневном режиме. И я еще раз прошу всех коллег-депутатов отнестись при голосовании очень ответственно, потому что на кону стоит полноценная жизнь в Артемовском городском округе. Председатель общественной палаты Артемовского городского округа Раиса Калугина не понаслышке знает, что такое бюджет, потому что сама в качестве депутата на протяжении 15 лет принимала участие в формировании бюджетов АГО. Никогда не был бюджет наполненным, так, как нам хотелось бы. Всегда он был сложный, всегда он был непростой. Нам хотелось больше быть депутатом, а на день не так получалось. Председатель общественной палаты дала пару советов депутатам Дома седьмого созыва и настоятельно рекомендовала принять проект бюджета, так как это нужно во благо жителей округа. И вот он, час икс. После перерыва и дополнительных консультаций думских фракций депутаты вернулись на свои места и приступили к процедуре голосования. Этого момента ждали не только 44 руководителя образовательных организаций, но и большинство руководителей предприятий и организаций, ведущих свою деятельность на территории Артемовского городского округа. Глава Артемовского городского округа Константин Трофимов поблагодарил депутатов за взвешенный подход при принятии решения за то, что убрали в сторону некоторые политические составляющие и все вместе подумали о жителях Артемовского городского округа. Свои комментарии к происходящему дал и председатель Думы Артемовского городского округа Владимир Арсенов. У нас прошло внеочередное шестое заседание Думы. Состоялся самый важный вопрос, наверное, это принятие бюджета на 22-й и плановый период 23-24 годов. Вопрос сложный. Конечно, у каждого депутата есть свои пожелания, есть свои просьбы по своим избирательным округам. Но в том, что этот бюджет 22-го года сложный, то, что в финансовом плане полномочия предусмотрены не все, но на все виды услуг. Поэтому мы депутатами несколько раз проводили совместное заседание, проводили профильные комиссии, прежде чем пришли к такому мнению, что бюджет нужно принять в том виде, в каком он был сверстан, бюджет сбалансированный. Ну и, конечно, будем надеяться сегодня на дополнительные средства, это участие в программах региональных и федеральных. Поэтому всем депутатам спасибо за то, что пришли, за то, что проголосовали и приняли бюджет.